Наша скорая психологическая помощь продолжает свою работу в новом сезоне и мы будем общаться на тему подростков сегодня светлана хотелось бы чтобы обсудили с вами тему вранья в подростковом возрасте очень часто родители жалуются на то что рос рос ребенок был очень милым и надзывчивым добрым никогда не обманывал и тут ему стукнуло скажем 12-13 лет и ребенка просто подменили вот как с этим жить если какая-то может вина родители в этом или это абсолютно норма и каждый подросток он так или иначе проходит этот период в жизни тема актуальная и в общем очень значимая что если спросить любого родителя маму или папу каким бы вы хотели чтобы был ваш ребенок очень часто звучит но чтобы он был настоящим человеком так чтобы он был порядочным человеком но и конечно чтобы он не был угуном поэтому тема имеет свою значимость и актуальность вы правы когда говорите что все-таки ответственность за все что происходит с нашими детьми не так как нам бы хотелось лежит на нас дети это безусловно чудо но дети не святые поэтому ожидать от них поведение безупречного поведение которое бы полностью соответствовало нашим ожиданиям это иррационально по сути да безусловно дети могут лгать а вы знаете людей которые никогда не лгут я таких не знаю мы даже не осознаем как часто мы обманывали желание поэтому когда мы требуем от детей честности мы очень хорошо должны понимать что мы вкладываем в это понятие потому что вот абсолютно честных людей я видела в клинике но у них есть диагнозы они действительно все время говорят то что они думают и мы же не хотим этого безусловно речь идет о детско родительских отношениях когда между ребенком и родителей складываются такие отношения которые мы не можем назвать подлинными то есть ребенок лжут родителям есть несколько причин ну например из которых страх да он боится например страх вы абсолютно правы страх страх наказания страх несоответствия ожиданиям страх чтобы оказывается родители поняли что я-то плохой мальчик обманываю здесь конечно роль играет возраст возрастные цензы потому что то что для ребенка в 5 лет считается совершеннейшей нормой то для ребенка в 12 лет мы говорим это проблема это уже паттерн поведения да потому что если малыш разбил чашку и на вопрос кто разбил чашечку да не я нет не я мы прям ну понятно да конечно у него срабатывает этот естественный механизм защиты умен умен а вот если ребенку 12 лет и он разбил чашку и глядя вам в глаза говорит нет это не я сделал мы понимаем это паттерн поведения это привычка не брать на себя ответственность давайте объясним это слово паттерн что было понятно паттерн это то как я действую стереотипно стереотип поведения вот шаблон стереотип поведения да и мы говорим ну что ж мы вас поздравляем ваши отношения находятся в таком состоянии когда ему зачем-то нужно это делать то есть данном случае как родители стоит себя вести но всегда с уважением знаете вот если маленького ребенка который разбил чашку и невинными глазами говорит что это не он разбил чашку то мы и безусловно отнесем к этому пониманием и скажем ему ну может и скажешь кто это сделал так мы на чем уже понимаем чем его игру начнем эту игру потому что наша не цель не поймать его на том что он плохой ребенок ну чашку разбил плохой мальчик а наша цель сложить между ним такие отношения между мной и ним чтобы он не доверял так что то я ему даю право на ошибку даем право разбить чашечку то мы учимся вместе взаимодействовать и безусловно не жестко любое жесткое предложение будь честным смотри мне в глаза кто разбил чашку ему будет страшно никто не хочет быть плохим вопрос детско-родительских отношений дети могут лгать еще по другой причине например им что-то от вас надо то есть выгоду какой-то преследует манипуляция знаете как говорят ребенок психолога никогда не будет истерить в магазине мама купи купи мне эту шоколадку он подойдет маме и спросит мама у тебя тоже было трудное детство то есть он подстраивается конечно и начинают хитрить мы говорим ну отлично значит уровень интеллекта у сына развития у ребенка хорошее пусть он уже понимает некоторые вещи вопрос наших с ним отношений это станет нормой наших отношений или все-таки мы придем взаимопониманию но бывают еще конечно и другие причины они лежат в области патологии детской скорее исключение чем-то это исключение из правил но тем не менее если у ребенка не мотивированное поведение не мотивированная лжи и это становится привычкой то конечно обращаемся психологом смотрим как помочь ребенку да но безусловно тема вранья актуальна очень в детском возрасте потому что дети пока они маленькие они него не лгут не фантазируют и если мы их научим фантазировать то лгать они точно не будут то есть мы поможем им отделить реальность от иллюзий и еще очень маленькие они только учатся жить только учатся с нами коммуникатировать и мы предлагаем им модель мы предложим им модель хорошую они возьмут ее предложим жесткую они возьмут жесткую но хорошие дети послушные дети мечта каждого родителя но таких в природе не существует я вам скажу идеальных родителей нет я предлагаю себе позволить чтобы родителям было легче понять и принять что ребенок лжет и это как бы нормально насколько это возможно да в рамках нормальности завершить нашу беседу с того с чего вы начали задать себе вопрос родителю как часто мы лжем когда мы уже взрослые да потому что я уверена что если каждый сейчас нас посмотрев начнет отслеживать свои мысли хотя бы в течение дня он поймет что точно но раз 5-10 за день он по мелкому на соврал скажем так не 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 сказал правду раскрыл правду почему потому что мы когда относимся к ребенку чудо и шоу лжет а когда мы говорим о себе ну я не просто не сказал вам правду я не договорю договаривайте понимаете лучше своих детей